Здравствуйте! С вами Марина Романюк. О том, как прошла неделя в городе, расскажем прямо сейчас. Смотрите выпуски. Всегда на страже росгвардейцы отмечают профессиональный праздник. Реальные меры поддержки. Губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил о создании межрегионального центра импортозвещения. По стопам Папы Карла. Как в условиях санкций развивают свой небольшой бизнес рязанские предприниматели. 27 марта свой профессиональный праздник отмечают сотрудники войск Росгвардии. Их девиз всегда на страже. И даже в дни торжеств сотрудники несут службу. Об одном из самых необычных постов расскажем далее. Товарищ майор, за временем следствия службы по 6 не случилось. Правда, сухар. Один из дней патрулирования стен Рязанского Кремля. Сотрудники вне ведомственной охраны на территории музея проводят осмотр. Обращают внимание на все. От оставленных пакетов и сумок до подозрительного присутствия маргинальных личностей. Только так, не иначе. Чтобы в конце дежурства ответственно заявить без происшествий. В настоящее время охрана музея осуществляется двумя постами полиции. Один из которых располагается непосредственно в одном из зданий Кремля. А второй парный пост осуществляет охрану общественного порядка на территории музея-заповедника. Предотвращает кражи, взломы, вандальные нападения на объектах этого комплекса. Правда, росгвардейцы выполняют не только охранную функцию. Признаются, что порой выступают и в качестве гидов-консультантов. Подсказывают туристам, где и какой музей расположен, помогают с ориентирами. Но доброту за слабость принимать не стоит. Если во время патрулирования или по камерам наблюдения заметят нарушителя спокойствия, отреагируют жестко. Практически все объекты, принадлежащие музею-заповеднику, оборудованы средствами охраны пожарной сигнализации, с выводом на пульт централизованного наблюдения и также кнопками экстренного вызова полиции, что позволяет повысить надежность и эффективность охраны и антирористической защищенности данных объектов. Сейчас в Рязанском Кремле можно насчитать не менее 15 объектов централизованной охраны. Добавьте к этому регулярные патрули. Вот и выходит, что ни один подозрительный предмет не останется без внимания. Лето в 177. Нашли бесхозное солнечко. Всегда на страже – это девиз сотрудников Росгвардии. Сотрудники вневедомственной охраны следят за особо важными и режимными объектами. А дело лицензионно-разрешительной работы как раз инспектирует оборот оружия. А о деятельности отрядов ОМОН и СОБР и так снято уже немало. 27 марта сотрудники управления Росгвардии отмечают свой профессиональный праздник. Многие на местах несения службы, как и полагается, всегда на страже. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В хорошую погоду и работает лучше. Вот и сотрудники госавтоинспекции по-прежнему регулярно проверяют автолюбителей. На этот раз с устройством по измерению дымности отработанных газов. Валерий Седов продолжит. В руках у инспектора ДПС дымомер. Его используют для измерения количества загрязняющих веществ. Прибор под названием «Мета» помещается в выхлопную трубу авто. Показатели считывает сотрудник технического надзора подразделения ГИБДД. Если содержание загрязняющих веществ в выбросах превышает нормативы, которые устанавливаются государственными стандартами, то административная ответственность грозит как физическим лицам, так и должностным лицам, которые осуществляют выпуск таких транспортных средств на линию. Дымомер – не единственный прибор учета сотрудников технадзора. На вооружении у госинспекторов газоанализаторы, приборы для диагностирования рулевого управления и другие. Сотрудники напомнили, что необходимо своевременно проводить обязательный технический осмотр, соблюдать правила, нормативы и стандарты, устанавливающие требования конструкции и техническому состоянию транспортных средств. О конституционных правах граждан в уголовном судопроизводстве и сокрытии некоторых дел говорили в прокуратуре Рязанской области на координационном совещании руководителей правоохранительных органов. По словам прокурора области Ивана Панченко, никакой волокиты на местах и необоснованных отказов в возбуждении дел быть не должно. Отмечен ряд проблемных аспектов, требующих усиленного внимания и комплексного решения. В 2021 году прокурорами выявлено более 21 тысячи нарушений законов, допущенных органами предварительного расследования на досудебной стадии уголовного судопроизводства, что на 3,7% больше, чем в предшествующем отчетном периоде. Имеют место нарушения конституционных прав граждан в связи с нерегистрацией или отказом от регистрации заявлений и сообщений о преступлениях, а также укрытием преступления от учета, в том числе путем принятия заведомо незаконных решений об отказе в возбуждении уголовного дела, фактоволокиты по материалам процессуальных проверок и при расследовании уголовных дел. Одним из основных видов нарушения конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность в ходе расследования уголовных дел продолжает оставаться необоснованное задержание в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Для разрешения обозначенных проблем выработано решение, которое принято к исполнению. О создании в Рязани Межрегиональной Ассоциации Центров Импортозамещения Кооперации заявил губернатор Николай Любимов на практической сессии по федеральным и региональным мерам поддержки местного бизнеса. Губернатор уточнил, что готов лично говорить с губернаторами соседних и не только регионов для быстрой коммуникации. В условиях экономической войны, развязанной коллективным Западом, поиск внутренних резервов и наработанных практик – ключевой фактор развития экономики. Опыт работы с бизнесом у Рязанской области один из передовых. Метод работает. В пандемию это было особенно заметно. Поэтому область готова взять на себя роль лидера. Создание Межрегиональной Ассоциации Центров Импортозамещения и Кооперации – инициатива, которая нужна сегодня всем регионам. На практике мы предлагаем создать на базе нашего реестра, который ведется уже почти месяц, единую базу данных по предприятиям всех соседних с нами регионов. Это не только ЦФО, это и Поволжский федеральный округ. В ней аккумулировать все потребности в сырье, в комплектующих, в логистических решениях, а также размещать отвечающие на эти запросы предложения от партнеров. Основные предложения рязанских бизнесменов, около сотни, уже стали основой для пакета федеральных мер поддержки. Например, фиксация валютного курса таможенных платежей или упрощение доступа малому и среднему бизнесу к льготным кредитам. Конкретные цифры озвучил министр экономического развития региона. Ставки от 13,5% до 15% годовых. Кредиты будут выдаваться на оборотные цели на срок до 1 года, на инвестиционные на срок до 5 лет. Планируется изменение условий по программе ФОД 3.0 в части предоставления отсрочки по имплате процентов и по возвратливу основного долга по кредитам. Оборотные средства в условиях санкций – жизненно важная составляющая российского бизнеса в любой отрасли. Учитывая особенности Рязанской области, свои приоритеты региональная власть уже составила. Первое, конечно, это относится к продовольственной безопасности. Это, конечно, сельхозпроизводство, сельское хозяйство. Мы должны обеспечить бесперебойную работу, хороший урожай, хороший надой, ну то есть все то, чем занимается наша АПК. Второе, это, конечно, промышленность, оборонной промышленность занимается. По преимуществу федеральных, конечно, центров, но тем не менее наша помощь им тоже нужна во многих вопросах. Третье, это те отрасли, которые зависят от импорта очень сильно. У нас много таких предприятий. Прямо скажу, это, в первую очередь, предприятия радиоэлектронной промышленности. Вот они реально могут испытывать очень большие трудности из-за ограничения импорта комплектующих. Несмотря на именно такие ориентиры центра импортозамещения, а Николай Любимов уже анонсировал деловые поездки в Индию и Китай, остальные отрасли в накладе не будут. У туризма в этом смысле сегодня есть все шансы занять пустующую нишу и сделать Рязань самым привлекательным местом отдыха. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Взрослые в этом году решили проверить на себе, каково это сдавать ЕГЭ. Атмосферу в школе номер 39 максимально приблизили к настоящей. Перед началом экзамена по математике всех родителей попросили оставить личные вещи в отдельном кабинете. В пункт сдачи экзамена можно было пронести только паспорт, черную гелевую ручку, питьевую воду и при необходимости лекарства. В этом году к всероссийской акции «Сдаем вместе» присоединились родители 11-ти классников из 39-й школы города Рязани. По их мнению, такой эксперимент поможет лучше понять детей и пережить стресс, который испытывают ребята. В этом году дочери предстоит сдавать единый государственный экзамен. Когда я заканчивала школу, мы сдавали выпускный экзамен немножко по-другому. Естественно, ребенок нервничает, претендует на золотую медаль, хочет поступить в хороший вуз. Есть много нюансов, и мне хотелось бы понимать эти нюансы досконально, чтобы помочь ей, чтобы создать нормальную атмосферу, чтобы хорошо взаимодействовать с учителями, с преподавателями, понимать, как проходит это ЕГЭ, и объяснить ей, что в этом нет ничего страшного, что самое главное – сосредоточиться и создать нормальный экзамен. В этот день в школе все было по-взрослому, как на настоящем экзамене. Никаких поблажек даже родителям. Организация экзамена точь-в-точь, как у детей. Проход через рамки металлоискателей, измерение температуры, распределение по классам, инструктаж. Кстати, телефоны перед экзаменом тоже обязательно сдать. Все строго. У нас сегодня проходит акция ЕГЭ для родителей, в которой участвуют родители выпускников школы города Рязани. Родители сейчас сначала придут, их проверят на ходе, пропускной режим у нас организован, проверят паспортные данные, направят в аудиторию, в аудиторию еще раз проверят у них паспортные данные, у них уже есть расставка, то есть за каждым закреплено в определенное место. Родители сядут на свое место и начнется экзамен со структажа, спечатанная материал. Сейчас объявили, какой экзамен мы будем сдавать, будем сдавать базовую математику, да, немножко волнительно. У медали две стороны, в чем-то есть и плюсы ЕГЭ, что можно поступить в любой вуз страны, и можно подать документы, куда тебе нравится, куда тебе хочется. Возможно, когда мы сдавали по билетам, это было немножко проблематично. Ну и то, как нервно детям готовиться, как они в течение, наверное, двух лет, 10-11 класс готовятся ко многим предметам, для них это сложно, волнительно, трудно, и это, наверное, минус ЕГЭ. Стресс у родителей, как говорят они сами, порой даже посерьезнее, чем у выпускников. Впрочем, как говорят сами взрослые, экзамен – это еще и некая семейная психотерапия, когда мама и папа груз ответственности разделяют вместе со своим ребенком. Герман Гущин, Михаил Азуткин, телекомпания «Город». 2 апреля стартует сезон охоты. Первая в списке – болотно-луговая дичь. Легитимно стрелять только по ней. Бьют обычно малыми калибрами. Впрочем, правила хранения стволов и патронов для всех одни. Все-таки оружие – боевое. Для вальшины ПФУ так наступают темные времена. Со 2 апреля они – законной целью для любителей пострелять. В южных районах стартует сезон охоты. Сейчас охотники уже, что называется, на низком старте, в ожидании заветной путевки, проверяют оружие и амуницию. Еще бы, в списке этой самой болотно-луговой дичи десятки наименований. Так что охотникам будет где разгуляться. Тут, правда, есть одно «но». Пока они будут выслеживать птицу, за ними тоже будут внимательно наблюдать. Сотрудники силовых ведомств – сразу два ведомства. Росгвардия и Минприроды будут совместно инспектировать выполнение закона. Первое правило, которое нужно помнить охотнику – это охотиться на животного с применением оружия не ближе 200 метров к населенному пункту. Второе, соответственно, правило нужно соблюдать – это не стрелять по птицам, сидящих на восковольтных проводах. Ну и, соответственно, нужно соблюдать правила транспортирования оружия и патронов. Итак, патроны и оружие перевозить можно только отдельно. В противном случае охотник принудительно пополнит федеральную казну минимум на тысячу рублей. Появление пьяным в охотничьих угодьях – 5 тысяч и конфискация оружия. Тут мы еще должны помнить про четвертую часть, когда транспортирование принадлежащего вам оружия повлекло его утрату. Данное административное правонарушение предусматривает административное наказание в виде конфискации оружия либо без такового административного штрафа от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. А также лишение права приобретать лицензию от 1 года до 3 лет. Что еще из нюансов? Например, запрещено стрелять по взлетающим птицам ниже 2,5 метров при охоте в зарослях. Световые устройства для добычи пернатых использовать тоже нельзя. А пристреливать и проверять оружие на специальных стрельбищах и в охоту-годьях можно только с документами на него. Да и бить можно только ту птицу, которая есть в путевке. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. И в продолжение темы, как рязанцы хранят свое оружие, проверяют сотрудники Росгвардии в ходе профилактических рейдов. Основная цель – предупреждение нарушений, связанных с хранением. Уже разрешение. Для Павла утро началось вовсе не с кофе. В гости к нему пришли сотрудники отдела лицензионно-разрешительной работы. Цель проста – проверить, как мужчина свое оружие хранит. Здесь светометр хранится. Когда мне надо, я беру оружие и, соответственно, документы. Павел – охотник со стажем. В квартире у него целое оружейное. Внутри сейф, запертый на два замка. В арсенале и глоткоствольное, и газовое, и даже средство ограниченного поражения. Росгвардейцы скрупулезно сверяют номер на разрешении и на самом оружии. И так с каждым экземпляром. Модель, калибр, номер совпадает. Оружие не заряжено. Это, кстати, тоже важное условие. Оружие должно быть не то, что не заряжено. Хранить в сейфе патроны тоже нужно отдельно. У Павла все соответствует стандартам. Все-таки охотник опытный. Номера на разрешениях совпадают. Все оружие в наличии. Поэтому сотрудники и составляют акт соответствия. Практически эталон. Сотрудниками лицензионно-разрешительной работы по городу Рязани, управления Росгвардии по Рязанской области, сегодня была проведена проверка условий обеспечения сохранности оружия и патронов у вас. Недостатков у вас никаких не найдено. То есть сейф у вас соответствует законодательству. Все оружие хранится законно, в належащем виде, исключает доступ посторонних лиц к нему. В акте соответствия расписывается и сам владелец оружия, если с осмотром согласен. Сейчас, конечно же, без нареканий. Я всегда стараюсь поддерживать, тем более с оружием, носиться за это додательство наше российское, чтобы все было так, как положено по нашим законам. Эта проверка внеплановая. Проводит ее в соответствии с распоряжением управления Росгвардии. Недостатки встречаются, говорят сотрудники. Однако в этом году, что называется, без нареканий. За два с половиной месяца таких рейдов ни одного недостатка выявлено не было. Иначе минимум штраф. Привлечение владельца оружия к административной ответственности. Здесь у нас бывают разные виды нарушений, разные виды статей, кодекса административных правонарушений. Это чаще всего штраф, конфискация, то есть лишение человека данного вида оружия. На этом, впрочем, с рейдами еще не все. Тем более в преддверии сезона охоты, когда к оружию внимание всегда педантичное. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Непростое для мира время, кроме неприятностей, приносит и новые возможности тем, кто хочет их увидеть. Пока кто-то продолжает сетовать на приостановку работы зарубежных мебельных магазинов, другие обращают внимание на местных умельцев, которые выполнят любой творческий проект. Этого человека вы уже видели в наших эфирах, но в другом амплуа. Василий Пронин 10 лет отслужил в госавтоинспекции во имя безопасности дорожного движения. Жизнь его начала меняться, когда однажды он решил сделать детскую кроватку для своего ребенка. Сам. Началось, наверное, как и у многих, с мечты какой-то. Просто хотел заниматься деревом, при этом специализированного образования не было. Взял у друга гараж, просто так он мне его отдал, какой-то маленький, совершенно купил какой-то маленький станок. И все началось с того, что я начал делать разделочные доски. Просто в подарок, просто кому-то, как-то где-то. И все как-то переслал в то, что нужно кроватки делать своим детям в первую очередь. Сделал своим детям кроватки. И вот с этого началась вся эта эпопея с детской мебелью. Почти каждый день после службы Василий ехал в гараж заниматься деревом. И однажды понял, что пора выбирать. Рискнул. И сегодня он востребованный предприниматель, мастер, который изготовит любой эксклюзивный проект по желанию и возможностям заказчика. Размер и дизайн материал на любой вкус и кошелек. Кстати, в этом году он стал победителем конкурса «Молодой предприниматель». Составил бизнес-план, все документы собрал, все условия выполнил. И потом поступил звонок. Я, если честно, не особенно на это надеялся, не особенно ожидал как-то. Поступил звонок, и Василий Евгеньевич, вы выиграли этот конкурс. И все, дальше уже заказывал оборудование. Два оборудования пришло, одно еще не пришло в соответствии с последними событиями. Но ждем. Должно все-таки тоже подойти. Сейчас производство постепенно расширяется. Кроме детской мебели, в мастерской Василия можно заказать взрослые кровати, столешницы, полки и по-прежнему разделочные доски, с которых все начиналось. В своем производстве мы используем максимально экологичные материалы. Это натуральное дерево, березовая фанера, МДФ. Изготавливаем как флои, модели, так и модели по проектам наших заказчиков. Историю работы мебельной студии Василия Пронина вы можете увидеть в пятницу в программе «Городские встречи» на сайте нашей телекомпании и в эфире сразу после итогового выпуска новостей. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Для Людмилы Дунаевой народное искусство служило неисчерпаемым источником вдохновения на протяжении всего творческого пути. Яркие декоративные натюрморты с глиняной игрушкой, набивными платками и шалями, расписным, дулевским, конаковским и кжельским фарфором стали своеобразной визитной карточкой художника. 24 марта в Рязанском государственном областном художественном музее открылась выставка работы рязанского художника. Людмила называла себя художником радости, несмотря на то, что ее путь в искусстве был тернист. Интуитивные поиски собственного художественного языка не всегда встречали понимание, сопровождались внутренними кризисами и сомнениями в выбранном пути. В периоды душевных смятений она черпала силы в народном искусстве, вдохновлялась безграничной фантазией и свободой народных мастеров. Людмила Дунаева – один из самых ярких и талантливых художников конца XX века. К сожалению, ее уже больше 20 лет нет с нами. То, что осталось от художника, тот след, тот свет, который она несла, я думаю, что будет жить вечно. Тем более, что произведения Людмилы Петербурговны, которые хранятся в художественном музее, мы всегда говорим, что произведения, которые попадают в музей, попадают в вечность. В экспозицию выставки вошло около четырех десятков произведений разных лет. Ранние камерные натюрморты, торжественные композиции периода первого успеха и признания, а также поздние, более легкие и графичные в исполнении полотна. Помимо натюрмортов, мотивы народного искусства присутствуют в ряде портретов. К этой картине не я, а моя племянница, любимая Танюшка, причастна. Людмила дарила ей кисточки и с ней общалась. Но она была несколько молчалива, Людмила. А вот Танюшка ей рассказывала самые любимые свои сказки. Однажды рассказала про доброго льва, как мне после поведала Людмила. Сказочно-фольклорная поэтика народного творчества не раз возвращала Людмилу к образам райской. Птицы сирен, жар птицы, птицы оберегов русского севера. Полет волшебной птицы воплотил мечту художника о светлом и прекрасном мире. Поэтому по сей день творчество Людмилы Дунаевой продолжает окрылять зрителей, даря им радость и вселяя надежду. Марина Романюк, Михаил Лазуткин. Телекомпания «Город». Выбрать одежду и обувь, сумочку и шарфик, нижнее белье и наряд для ребенка в одном месте. По удивительно низким ценам это не сказка и не сон. Это новый магазин «Пополам» в центре города, на улице Чапаева, 56. Новый магазин неподалеку от центрального рынка предлагает огромный выбор для самого требовательного покупателя. При этом вы увидите здесь приятные скидки от 10 до 50%. Модные новинки и тренды для девушек. Здесь найдется и спортивный костюм, и трикотаж для стиля спортшик, и романтичное платье. Верхняя одежда на любой вкус. От коротких курточек в ярких модных оттенках до моднейших стеганых пальто пастельных цветов. Разнообразие стилей позволит сделать покупку и тем, кто следит за новейшими трендами, и последователям нетленной классики. Шла мимо, случайно увидела вывеску. Зашла. Очень даже была удивлена большому ассортименту. На любой вкус можно выбрать. Как на взрослых, на пожилых, на средний возраст, на детей, на подростков. Такой большой выбор вообще меня очень порадовал. Для себя выбрала, вот я пальтишко приобретаю и сапожки. Вот. Присмотрела, еще смотрю, вот курточки. У меня племянницы есть, очень даже хорошие курточки. Выбор обуви поражает. От модельных туфель до удобных кроссовок и сильных ботинок. От резиновых сапог до уютных домашних тапочек. Здесь, на огромной площади этого универсального магазина, есть все. Не придется тратить время, бегая из одного магазина в другое в поисках образа и мужчинам. Футболки из качественного трикотажа, джемперы, джинсы, спортивные брюки и толстовки. Все есть здесь. По невероятно приятным ценам. Так что этот магазин вполне может стать для вас семейным. Ведь на одной площадке вы приобретаете полный комплект для себя, мужа, ребенка, совсем малыша или подростка. Любая мама подтвердит, что детскую одежду и обувь крайне сложно найти. Качество вызывает вопросы, а цены неоправданно высоки. Но только не здесь. В магазине «Пополам» вы найдете то, что искали, и при этом сэкономите деньги и время. Цены очень даже вполне приемлемые, вполне достойные цены при таком вот хорошем качестве. Самые популярные среди детей игрушки – рюкзаки и сумочки, нижнее белье и аксессуары. Самые необходимые вещи вы найдете здесь, в новом магазине для всей семьи «Пополам». Он открылся в удобном месте, в самом центре города, на пересечении улиц Чапаева и Пролетарской, рядом с магазином «Пятерочка» на цокольном этаже. График работы подходит для всех. Двери магазина открыты с 9 часов утра до 8 вечера, в том числе по выходным. На этом все новости к настоящему моменту. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова